Всем огромное привет! Я очень рада видеть вас на своем канале. Не обращайте внимания на моих птеродактилей. Опять разлетались. Я все время ржу, когда монтирую видео. Вот видите, летит пыль. Она такая маленькая, крошечка. Вообще тут, ну, даже ее практически не видно. Блин, ну, когда она пролетает перед телефоном, такое чувство, как будто, короче, какой-то птеродактиль летит. Но на самом деле они такие маленькие. Не знаю, но на видео кажутся просто огромными. Так что я прошу прощения. Я просто рубашку достала из шкафа постиранную. Надела ее, и вот с нее вся пыль полетела. Короче, сушилка не все высосала из нее. Но она, кстати, очень много пыли собирает. Если у кого есть сушилки эти, ну, как бы, типа, которая на индустриальную машинку похожа, только сушилка. Вы знаете, когда там открываете фильтр, там вообще такого насмотришься просто страшно. В общем, сегодня у нас будет влог, но я хотела еще на парочку вопросов ответить, которые мне тут недавно задавали. Один вопрос, прям, знаешь, такой провокационный. Это было в предыдущем видео, где я говорила, что-то я там сказала про русскоязычное, русскоговорящее. И тут написали мне комментарий. Оксана, почему ты не можешь сказать, что ты русская? Ты что, стесняешься? Или почему ты не называешь себя русская, а называешься русскоязычной? А тебе что, стыдно сказать, что ты русская? Ну, во-первых, если бы я была русская, мне было бы абсолютно не стыдно сказать, что я русская. Потому что, ну, стыдиться за то, что ты принадлежишь какой-то нации, ну, мне кажется, это такой недалекий человек может это делать. И почему он должен стесняться какой-то нации? Немцы не стесняются, что они немцы. Американцы не стесняются, что они американцы. И никто не стесняется своей нации. Ну, то есть это вообще, это как-то глупо. Но я всегда говорю по факту. У меня, смотрите, бабушка русская у меня. Да, она из Ульяновской области. Она там родилась. И родители у нее, соответственно, тоже оттуда. И они тоже русские. Но она вышла замуж за азербайджанца из Баку, моего дедушку. И родилась моя мама наполовину азербайджанка, наполовину русская. Потом моя мама вышла замуж за моего папу. А папа у меня, получается, финн. И потому что, ну, я думаю, что фамилию... Она в социальных сетях везде открыта. Моя фамилия Виланина, девичья фамилия моей бабушки Лойканин. То есть это, ну, они финны. И, получается, от брака мамы с папой родилась я. Во мне уже намешано столько, ну, в общем, много. Поэтому я не говорю, что я русская. Ну, потому что я не русская. Потому что у меня даже нигде не написано, что я русская. Ну, если бы я была русской, мне бы никогда не было за это стыдно. У меня бабушка русская. И это, наверное, самый лучший человек, которого я в своей жизни встречала. Самый справедливый, самый мудрый, самый добрый. Самый человек, который умел сопереживать, сострадать. Это самый добрый. Ну, я бесконечно могу перечислять все качества, которые присущи были моей бабушке. Она была, ну, чисто русская. И почему мне? Я горжусь. Просто горжусь вообще этим человеком. Поэтому, если вы хотели меня как-то за что-то притянуть, что я тут, знаете, Юлю называю себя русскоязычной. Там, на самом деле, у меня в паспорте записано русское. Но просто я боюсь почему-то об этом сказать, то нет. Такого нет и не будет никогда. Вот. Я надеюсь, что я ответила на ваш вопрос. Потому что я думаю, что немцам не стыдно за то, что они немцы. И американцам не стыдно за то, что они американцы. Хотя, возможно, у них есть какие-то на это причины. Я, конечно, не знаю, если вы историю учили. Вот. Поэтому я надеюсь, да, что я ответила на ваш вопрос. И следующий вопрос, это уже даже был не вопрос. Это было утверждение от моей соотечественницы. Ну, от моей землячки, которая живет в Эстонии. Когда я сказала, какой у меня огромный счет за квартиру. Почти 400 евро вместе вот с электричеством. Она мне сказала, что быть такого не может. У нее счет за двухкомнатную, по-моему, квартиру чуть ли не в три раза меньше. У меня трехкомнатная квартира. Вот. Я уже говорила. Она мне переделана в четырехкомнатную. Но она от этого не стала четырехкомнатной. Она все равно трешка считается по своей квадратуре. У меня маленький дом. Здесь три этажа, два подъезда. Естественно, у меня счета будут больше. Но самое-самое главное, то, что у нас здесь самое дорогое отопление практически, по-моему, чем во всем моем городе. Не знаю, почему так. И убавить мы его не можем. Потому что в угловых квартирах будет очень холодно. Поэтому у меня вот такие гигантские счета. Вот смотрите, если я тут еще не вставила. Я никогда намеренно никого не обманываю. Да, у меня бывают ошибки. Потому что я, может быть, где-то не проверила информацию. Как вот, допустим, тоже мне написали, что Оксана пенсия. То есть мне не так написали, Оксана, пенсия у нас не 400 евро. Мне написали, что ты врешь. И пенсия у нас не 400 евро, а уже давно больше. Я признаю, что я не смотрела. Как умерла моя бабушка, я уже перестала знать о том, какие у нас пенсии, на каком они уровне. Действительно, я посмотрела у нас пенсии, по-моему, 701 евро. Это, конечно, гораздо приятнее, чем то, что я называла. Но это все равно не отменяет того факта, что людям не хватает. Потому что я сама лично 3 недели назад доплачивала за бабушку в магазине. Потому что она взяла больше картошки, чем мог позволить ее кошелек. Но она там всего взяла по одному. Ну и картошин там взяла, не знаю, сколько, может быть, килограмм получился. И ей не хватило денег, и я за нее доплатила. Понимаете, это не отменяет того факта, что людям все равно денег не хватает. Вот. А мне денег хватает. Еще раз повторюсь для тех, кто пишет мне о том, что я покупаю родственникам подарки, хотя говорю, что у меня нет денег. Блин, пожалуйста, вставьте мне этот кусок, где я сказала, ребят, у меня нет денег. Или мне не хватает денег. Единственное, что я говорю в видео, это то, что все стало очень дорого. Ну денег мне пока хватает. Но все очень дорого. Вот все, что я и говорю. Надеюсь, что вы теперь это понимаете, что я ничего другого не имею в виду, кроме того, что вот я говорю. Недавно я покупала вот такую штуку. Кстати, заметила, что вот такими наборами намного круче покупать и выгоднее. Я вот взяла себе эмбриолист. Вообще брала ради вот этого одного крема. А это думала, кому-то подарю. Ну, как оказалось, подарков я набрала достаточно много. Я уже всем все раздарила, кроме своего папы и его жены, потому что они еще не приезжали. Вот они приедут, им подарок вот тоже уже собран. А вот этот вот эмбриолист оставлю себе и для работы. Иногда ко мне приходят девчонки краситься. Я всегда вот этот крем использую, когда делаю макияж, то есть для того, чтобы увлажнить кожу. Но здесь еще хорошие два средства. И вот за вот эту упаковку я заплатила, по-моему, 19 евро или 17 евро. Очень-очень выгодно, потому что вот этот вот один крем стоит как бы дороже. Даже не то, что дороже, может быть, он и стоит 12 евро. Но мне здесь, смотрите, 75 миллилитров флюида еще дали вот в такой упаковке. И это я, кстати, не знаю, что. Это все-таки, наверное, типа мицеллярный... Не мицеллярный, а как это называется? Блин, ну вот это, которое на лицо распрыскивается, потому что здесь все написано на французском, что ли. И я как бы не могу перевести, и на английском здесь ничего нет. Но марка эмбриолист очень крутая, так что если еще не пробовали, вы обязательно к ней присмотритесь. Что-то еще из косметики я обязательно по ходу видео покажу. Может быть, свои фавориты. Ну да, так что если вам интересно, то давайте приступим. И помните, я вам показывала вот такую вот... Ну, в одном из видео показывала, это летом, наверное, было, или осенью, что мы покупали одну вот такую вот плитку. Это здесь настоящий камень, настоящий металл. Вот, и из нее можно делать, например, вот фартук. Мы, в принципе, и купили для того, чтобы у нас на кухне от предыдущих хозяев осталось... То есть у них плитка очень хорошо сделана, все супер качественно. Но полоска, которая была посередине, она в такой цветочек, и мне она не очень нравилась. Мы долго думали, что делать, всю плитку менять или только вот это вот заклеить. И вот нашли такой способ. Вот, одна такая штучка стоит 10 евро. Но у нас по воскресеньям, не каждое воскресенье, но воскресенье есть скидки. И тогда вот такая штучка обошлась 8 евро. Вот это целая плитка. Мы уже три штуки наклеили. В общей сложности купили пять. Женя ходил, докупал. И там еще, по-моему, две только осталось. Или... Ну, или три, не знаю сколько. Посмотрим, как нам хватит. Вот три, как я, я не знаю, сказала или нет, но мы уже наклеили. И, в общем, попозже покажу вам, как получилось. Я, конечно, вообще в полном восторге. Мне очень понравилось, как она смотрится на кухне. И, наконец-то, я этих цветочков не вижу. Когда вот эти вот доклеим, ну, или где-то в процессе, я вам обязательно покажу. Так, ну и по цене я забыла сказать, что получилось. Предыдущие три мы как раз вот купили со скидкой в 25% каждое. Вот эти две уже вышли за полную стоимость, потому что в это воскресенье, к сожалению, скидки не было. Мы думали, что каждое воскресенье, но нет, в это, увы, не было. Поэтому это обошлась в полную стоимость. Получается 10 евро плюс 10 – это 20 евро. И по 8 евро три предыдущие – это 24 евро. 44 евро получилось, что мы немножко так разнообразили кухню. Это, конечно, не всю плитку менять, потому что это очень дорогая работа. И сейчас как бы тратить на это деньги не хочется. Но вот что-то такое новое, свежее хотелось внести. Вот. Говорили мне, что они на Алиэкспресс продаются. Я на Алиэкспресс видела только огромные, которые на пол кладутся. Вот такие вот маленькие я там не нашла. Ну и не уверена, что там намного выгоднее было их покупать, бы еще за доставку платить. Сейчас на Алиэкспресс вообще ничего не выгодно. Кстати, наверное, третий раз в жизни я сделала себе красные ногти. Вот такие вот коротыши, блин, от нервов. Надкусала себе, знаете, я вообще ногти не грызу никогда. Вот. Но вот сейчас со всей ситуацией в мире нервничаю. Вот сижу, что-нибудь смотрю, и, знаете, уголки вот здесь вот. Ну так вот просто сидишь, я даже не знаю, как объяснить. Это прям какая-то стимуляция. Вот. И теперь у меня вот такие вот коротышки. Но, кстати, могу сказать, что на таких коротышках у меня уже сколько? Пять дней я сделала, пять дней назад, и достаточно хорошо держится. Сказала я вот такой вот мой Рэббит многофункциональный кислородный пятновый водитель. Сотру грязь с лица земли без хлора для любой комнаты в вашем доме. И здесь еще написано, что более 30 видов использования. Ну, у меня, естественно, есть белые вещи, которые уже совсем не белые. Также полотенца, которые тут, с которыми мы на кухне используем. Там тоже есть пятна, которые не ацетироваются. Ну, в общем-то, мы сейчас и попробуем, что у нас с вами получится. Так, ну что, девчонки, давайте будем делать все по инструкции. Я вскипятила полтора литра воды. Ну, у меня как раз чайник полтора литра. И как раз делала до 90 градусов, как написано на упаковке. Очень удобно, что у меня чайник тут температуру показывает. Вот, в общем, вам нужно будет добавить одну-двимерные ложки, в зависимости от того, насколько степень загрязнения сильная и как давно, вот, на каждый литр воды. И любое синтетическое средство, ну, наверное, которым вы привыкли стирать. Так, это то, что уже побывала в стиральной машинке неоднократно. Но, как вы видите, вот полотенца эти мы на кухне пользуемся, они не отстирываются. И вот что-то здесь у льва на кофте, я не знаю, это моя любимая кофточка. Тик-ток. И здесь вот какое-то пятно. Оно у меня не отстирывается. И на наволочке на одной тоже такое пятно. Не знаю, от чего покрасилось, но сейчас эти все вещи положу замачивать. Так, нашла единственный тазик у себя дома. Тоже, видите, многое он повидал. Вот, эти пятна не оттираются. Вот, я спиртовой салфеткой уже протерла миллион раз. Ну, нет, это просто у меня такой тазик. Еще два ушки наследства у меня остался. В общем, сейчас я буду в этом тазике делать раствор. Может, как раз и тазику тоже поможет. Наверное, придется еще воды добавить, потому что мало. Ну, девочки, слушайте, какой звук. Может, как раз мой тазик здесь отмоется застарелый. В общем, я добавила еще воды и еще две мерные ложки средства, потому что слишком много вещей я взяла. И слишком мало воды, как бы. Слушайте. Такой звук. Так, ну что, девчонки, давайте смотреть на результат. Вещи я достала, сушила их на батарее, не стала сушку использовать, потому что всего лишь несколько вещей у меня было. Стирала я при 40 градусах полтора часа. И вот, смотрите, какое стало полотенце. Вот. Какое оно было, я думаю, что вы помните. Сейчас вот так вот встану. Наверное, здесь лучше видно было. Дальше у меня была здесь льва-кофта, где были очень большие разводы, которые не отстирывались. Я тогда вам принесла прямо вещь из стиральной машинки, но пятна оставались. Вот. Держала я все это дело около трех часов. И вот полотенце, которое было серо-буро-малиново-желтое, вообще непонятно какое. Вот что с ним стало. Вот. Абсолютно чистая полотенца, без единого пятна. Учитывая, что MyRabbit без хлора, гипоаллерген, я считаю, что это супер просто крутой результат. И еще посмотрите на мой тазик. Тоже вот именно до сих пор, где у меня было средство налито, он так и очистился. Здесь абсолютно белый. Я потом еще досюда налью, чтобы уже остальные пятна отстирать. Он выглядит как новый практически. Я ссылку обязательно вам оставлю на Озон, на Wildberries. Можете там заказать. Или можно зайти к ним на аккаунт, и там у них тоже сделать заказ. Но все данные я оставлю в описании под видео. И также хочу напомнить, что вы можете стирать и цветное белье, и использовать в любой комнате вашего дома. Вы можете чистить им ковры, посуду. В общем, везде, где у вас есть загрязнение, вы можете это средство использовать. Оно заменяет килограммы химии. Не нужны. Поэтому вот я лично осталась очень довольна результатом. Может быть, и вам такая вещь пригодится. Мы, кстати, елку убрали, как я уже сказала. Но оставила я гирлянду. Вот так у меня лежит здесь на диване. И так прикольно вещь. Гирлянду, наверное, совсем убирать не буду, потому что нравится мне. Свет обычно здесь не включаю. Только когда снимаю видео. И надо еще вот в эту звездочку, да, которую я вам тоже показывала, я пока не стала вот этот венок убирать. Так что вроде такая не новогодняя атмосфера, но какой-то вот такой немножко дух от Нового года еще остался. Ну, мне кажется, звезда в любое время актуальна. Не обязательно, когда Новый год. Еще не знаю, может, потом перевешу, обратно картину сюда повешу. Но так мне тоже очень нравится. Вот. И еще здесь надо что-нибудь сделать такое весеннее какое-то. Вот, кстати, мой органайзер, который я вам показывала, еще тоже не занималась им, чтобы туда что-то сложить. Пока еще. Я ссылку оставляла как раз в том видео, в котором я снимала. Вот. А звезда у меня, это, знаете, уже с какого времени работает. Мне кажется, она у меня с 5 января я поменяла там батарейки. И она до сих пор работает. Вот одного оленя оставила, которого с Алиэкспресса заказывала. Нравится он мне здесь. Ну, может быть, тоже уберу. И звезду тоже уберу. Вот. Сделаю какую-нибудь весеннюю полочку. Потому что, ну, я сказала, что я в зависимости от времени года буду здесь наполнение ее менять. Мне кажется, так намного интереснее. Так что буду думать, что здесь тоже сделать. Вот. А гирлянды с окна тоже снимать не буду. Потому что каждый этот Новый год их обратно туда одевать. Ой, я вижу, там Лева качается на качелях. Не знаю. Наверное, вам не видно, как раз там гирлянды закрывают. Ну, вот там далеко-далеко. Это точно Лева качается. Вот. Пошли они погулять. Потому что вчера не ходили. Позавчера хотели в бассейн. А у нас бассейн из-за экономии электроэнергии. У нас теперь не работает там бани. Вот эти все. Только два дня в неделю. По-моему, пятница и суббота. Все остальные дни просто холодный бассейн. Вот. Потому что очень дорого. И плюс еще цены повысили. Я понимаю бы, знаете, повысили цены. Но оставили бы все как было. Ну, то есть теплые бани и все. Нет, а повысили цены и все отключили. В общем. Так что вот. Будет потеплее. В бассейн обязательно будет ходить. Потому что Лева обожает купаться и плавать. Как раз в бассейне научился. Так что вот. Буду дальше заниматься. Если что-то будет, еще обязательно включусь. Так. Ну, все. Переделала только что ногти. До этого были красные. Сделала вот такой вот цвет. Нравится. Люблю я такой. Как бы нежно-нежно-розовый. Молочный-розовый. Вот. Сейчас хорошо, когда дома лампа своя есть. И можно делать. И самое главное. Классно, когда ребенок уже постарше. Там не два года ему. Что можно спокойно делать ногти. И он более самостоятельный. Со всеми вещами. Преимущественно сам справляется. Там попить. Пописать. И так далее. Потому что раньше я помню. Сядешь делать ногти. Обязательно что-то ему надо. И еще не успел посушить, короче, эти ногти. Идешь, ему что-то делаешь. И ногти все смазаны. А сейчас все. Я сижу, кайфую, делаю. Он там своими делами занят. Ну, придет, что-то здесь попросит. Ну, такое, что мне особо немножко здесь растеклось. Но в целом мне так понравилось красиво. И на коротких ногтях светлый лак. Ничего так смотрится. Нравится. Так. И кто девчонки спросит меня, чем я делаю? С помощью чего? Посмотрите. Это я заказывала в свое время. Когда у нас был открыт Wildberries. Пока не ввели санкции. Вот такой вот. Не знаю, как читается. Вула, что ли. Это, я не знаю. W первая. Мне эта база и топ очень понравилась. Еще я бескислотный праймер где-то здесь брала. Но знаете, у меня такое ощущение, что с вот этим бескислотным праймером, вот он. У меня ногти, точнее лак намного быстрее стирается. Поэтому я перестала его использовать. Просто с тоном прохожусь прежде, чем делать. И тогда достаточно долго. Вот неделю-полторы у меня держится. Так что вот. Если на Wildberries найдете, можете вот купить. Потому что мне они понравились. Хорошо. И это здесь не надо использовать. Как они называются. Ну, короче, не нужно вату использовать. Липкий слой не нужно снимать. О, Господи. Не знала, как сказать. Так что вот можете к нему присмотреться. Так, ну все, девчонки. Вчера я убрала наконец-то все со стола. Вон зеркало все заляпало. Потому что я отсюда все убирала. Лампы сложила в угол. Потому что сейчас, на данный момент, они мне уже точно не нужны. Световой день стал гораздо длиннее. Поэтому я могу без них, в принципе, снимать. А только если вечером, уж совсем поздно буду снимать. Тогда буду умею пользоваться. И наконец-то смогла вот этот органайзер сюда вниз спустить. Это у меня наверху стоял. Просто никак я не могла его задействовать. И сейчас здесь у меня будет просто стоять уходовая косметика, которой я пользуюсь ежедневно, чтобы об этом не забывать. Ну и здесь в ящичках разные там пинцеты брови выщипывать и так далее. И вот в этой косметичке я уже в следующем видео расскажу. Я складываю сюда косметику, о которой хочу вам рассказать о фаворитах зимы. Как говорится, в общем, сюда еще пока немного сложила. Вот вчера только начала. В это видео уже не буду. А то она и та длинная получилась. Так что вот теперь меня полностью устраивает на столе порядок. И осталось вот только с полочками что-то придумать, как там все разместить. Сейчас все уберу. Вот. И в других видео уже покажу. И как раз запущу сейчас робота-мойщика. Мне надо большое зеркало помыть. Но вот это я сама помою. Так что мне было очень приятно с вами провести время. Если у вас есть какие-то вопросы, пишите в комментариях. Снизу я оставила ссылку на свои группы в Telegram. Группа с покупками Алиэкспресса и просто группа для общения. Обязательно заходите. Мы всегда всем рады. У нас очень веселая компания там. И увидимся в следующем видео. Всем пока.